Такой звук в этой части поселка Уташ ожидали услышать три года. На бюджетное средство 4,6 миллиона рублей построена новая газораспределительная станция. Она готова снабжать топливом более 120 дворов. Однако в товарищество объединились владельцы 64 домов. Они приняли решение тянуть газ к домам на свои деньги. Благодаря реализации муниципальной программы затраты людей на газификацию своих домов значительно сокращены. Несколько давлений обошлось. Разводящий газопровод порядка 160 тысяч для каждого домовладения. Это без внутренних коммуникаций. Но я надеюсь сумма будет уменьшаться, потому что в кооператив будут подключаться еще люди. То есть сумма будет постепенно уменьшаться. Если все 128 домовладений подключатся, то обойдется с информационными всеми надбавками порядка 100 тысяч. У Владимира Дербенева уже подключен газовый котел рядом плита в заводской упаковке. В моем возрасте, а вот мне две недели назад 60 лет стукнуло, конечно, зарядка это хорошо. Но, извините, не до той степени. Бывает, что и ночью минус, ночью надо вставать. Ну, некомфортно. Газ есть газ. Сколько бы он ни стоил. Первые дворы получат газ через считанные дни. Кто-то еще дооформляет документы. Жители с нетерпением ждут окончания всех работ. Нужно согласовывать объемы потребления, решать вопросы, связанные с безопасностью. Большую помощь, говорят люди, оказывают в администрации города-курорта, в том числе лично глава Анапы. Приходилось, допустим, в архитектуру делать документы. Трудности были с архитектурой. Всегда на прием обращались. Все это дело быстренько и положительно решалось. И также, когда уже начали оформлять документацию на собственность, мы получили свидетельство, что мы являемся 64 человека собственниками этой трубы. В Уташе уже работают две газораспределительные станции. С пуском третий. Возможность получить голубое топливо появится у любого жителя поселка. В городском управлении капитального строительства подчеркивают, сегодня можно существенно снизить затраты на подключение, участвуя в государственной программе, которая реально работает. Средства тратятся только на выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы. И от стоимости строительства объекта средства граждан составляет 20%. Это мы имеем в виду разводящие сети низкого давления, уличные. Стоимость строительства и проектирования. При такой схеме подключение к газовым сетям обходится не дороже 50-60 тысяч рублей. Стоимость снижается с увеличением числа участников товарищества. Таким образом, уже выполнена документация для хутора Усатого Балка. Есть проект завершения газификации поселка Просторный. Готовятся проекты по двум газопроводам низкого давления в хуторе Чекон. Создано четыре товарищества в станице Гастагаевской. Подготовлены заявки на софинансирование из вышестоящих бюджетов.